Всем привет, друзья, с вами Вампир, и мы продолжаем проходить с вами игру Murdered, и все-таки мы добрались до севера этажа, и теперь узнаем все, что с нами произошло. Так, ребят, прям хочу у вас всех вселиться, прям не могу. А почему в тебя нельзя вселиться, мне интересно. А, нет, можно. Так, мужик, что ты думаешь? Ну почему я не могу придумать интересный вопрос? Ой, давай, придумай какой-нибудь. Почему парень не отвечает, Джилл? Она хорошие вопросы задает. Наверное, потому что не хочет. Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Таки не выходи. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Окей, ты что думаешь? Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Все с вами ясно, ну копай. Это не вечеринка. Это расследование убийства. Ну, народ собрался, но только... Интересно. Просто жуть. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Вот именно. Возьми и расскажи. Так, 4-я квартира. Стоп, а вторая? Второй нету здесь? Странно. Но все равно даже эту код на квартиру. Ладно. Пойдем посмотрим. Эй, Бройлс. Видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Кусек? Пропавшая девочка. Так, девочка все-таки или девушка? Интересно, где он берет тигареты? Это твой основной пистолет? Ну, извини, с собой не получится взять. Что я вообще сюда явился? Что я упустил? Сейчас посмотрим. Так, кто у нас? Убийца. Способна обнаруживать ментальные следы. Анализировать. Ищет, сражается. Целеустремлен. Целеустремлен. Ищет. Убийца в поисках. Что-то искал. Что только он искал. Здесь ничего нет. Так. Что ты думаешь об этом? Нужно обязательно найти этих жильцов. Если они еще живы. Девушку и девочку. Получается. Смотреть детально. Запрос данных на пропавшего. Внимание. Это самая Кассандра Фостер. Которая иногда составлял психологический портрет преступников. Одна из пропавших. Кассандра Фостер. Медиум. А, это видимо в этой квартире кто-то жил. И они пропали. Окей. Так. Отсюда меня быкинули. Нафиг. Да. Окно явно разбито. 4.16. Блин. Нифига. 16 улик. Что это у нас? Следы борьбы. О. Блокично. Что фатально обернулось. Демо пистолет. Ладно. Да. Пушку ты уже с собой не возьмешь, мужик. Блин. Коп с двумя пушками. Жесть. Так. Ладно. У нас есть. Куда сходить. Я посмотрю, что у нас тут. Так. Это что? Встреча с родителями Ронана. Как правило, именно с женихом для нее осталось перед встречей с родителями своего избранника-избранницы. Но я хотел с ними познакомиться. А вот родители Ронана явно чувствовали некую неловкость. Его отец больше молчал, словно пытался скрыться в грубость. На самом деле он милый. А ли он настоящий? Негриненный умас. Такая добрая душа. Надеюсь, они понимают, какие их обожаю. Это записки вот этой девушки-медиума. Что у нас тут? Паковано или не распаковано? Не собрались уехать. Почему уже все это бросили? А вот хрен их знает. Ладно, здесь, по сути, больше ничего нет. Так, что же у нас в ванне? О, обрывки призрачного прошлого. Вызов в видение. Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства. Но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо, я что-то пролил и не заметил. Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал. Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда по-прежнему текла ржавая вода. Он предположил, что проблема в бойлере и пошел его проверить. Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился, того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Хм. А кто там в 3А сейчас живет? По-моему на 3 этаже там парни, которые нюху справляют. И люди, которые спят. И чувак, который в веносе порызал. Интересно, интересно. Ну ладно, суть не в этом. Идем искать дальше. Там был еще один проход. Что же искал этот парень? Что же у нас тут? Еще один ментальный след. Девушка. Игнорирует, спокойно наблюдает. Прячется. Игнорирует. Напуганно. Ага. Свидетель в бегах. Свидетель нас видела, как я дрался с убийцей. Что она заметила. Так, видение посмотрел. Только куда она еще свалила? Если она что-то там заметила, блин. И не туда. Что-то много потерялся, блин. Выйти. Через окно. Так, пойдем. Поищем все-таки ответ. Зачем сюда приходил убийца? За свидетелем? Следы борьбы. Убить окно. Вопрос данных на пропавшем. Нет. Не то. Нужна подсказка. Ага, еще одно. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции. И угрозой моей семьи. Если бы только я могла уберечь Джоуи, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Забота о безопасности. Хм. Что же я упустил? Что же ты искал, мужик? Блин. Ну я даже не знаю. Пойти в троя сходить? А у меня пустят вниз? Третий этаж. Кто тут не шарит? 3B, 3A. Может здесь что-то найду? Ольтергейст. О, идеально включил. Только не работает. Хм. Ты пора ничуть расскажешь мне? Нет? Ничего тут нет. Где же все остальные-то на улике? Там их еще целых штук. 7. У вас что-то подумать. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Никого нет ли они? У тебя? Чтение мыслей. Здесь что? Тоже ничего. Ага. Что это? Сверхъестественная. Книга о призраках? У меня по второму разу надо все пройти и... Я че-то пропустил. Уж ты... Где же еще лики? А. Лика номер 9 нет? Видимо нет. Так, с тобой можно как-то? Нет, нельзя. Взаимодействовать. С багажом? Тоже нет. А там... С оружием осталось. Коляска. Нет? Что я упустил? А вот не знаю, если выйти. То меня, наверное... Из квестов выкинет. Книга о призраках. Биться в поисках. На чем же ты ее искал? Повернулся. Ты арестован. Че вообще силач, мужик. Ясно, она свалила в окно. Когда я свалил в другое. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Куда она делась? Сбежала. Куда? Куда делась девочка? Некоторое исследование требует ответов на множество вопросов. Вероятная цель. Возможно, убийца искал эту девочку. Спасибо, капитан. Я так уже понял. Ну, я так понял, мы здесь закончили, да, с этой? О, влияние. Что бы утолкнуть? Тебе вытащить фото из папки. Ну, видимо, девочка. Нет? Книга. Вопрос данных на пропавшего. Как нет? Нету, улики будут. Ну, окей, значит, будем искать дальше. Теперь я опять что-то выпускаю. Может, тут что-то? Нет? Видимо, нет. Здесь как? Дела нет. Ого. Что это у нас? Последняя драка. Значит, искать надо здесь. Раз она тут была. Или все-таки пойти и выйти в окно? Попробовать. Сначала нужно закончить наследование здесь. Здесь явно тоже ничего не найду. Да вы издеваетесь. Ну, попробуем еще раз. Потому что что-то неправильно делаю. Пропавшая девочка. Говорит, что мне нет нужной улики, чтобы ответить на этот вопрос. Так, какую улику я упустил? Хей. Мусорки? Нет. Не, ну, ребят, вы не издеваетесь, что ли? Какую улику-то надо? У тоже ничего нет. Эээ, ребят. Тут знаки. Может, мне надо тебе знаки потыкать? Доделась девочка. В окно она вылезла, блин. Логично. Блин, ну я даже не знаю. Что же делать-то? Чем же мне с тобой, мужик, взаимодействие здесь? Ага, во. Скрыто. Блин, а эту фигню я упустил. Так вот это и надо, блин. Не. Так, где эта фигня? Вот. Блин. Реально упустил этот момент. Средоточиться. Как солнце вы способны чувствовать ментальную энергию некоторых объектов? Резкий звук обозначает концентрацию такой энергии. Чё-то не слышу резкого звука. Фотографии девочки, сделанные самой в этой квартире. Священник или мать? Я не знаю. Давайте поройму с матерью. Не мать. Блин. Ну, значит, священник. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Ясно. Она свалила в церковь. Вывод. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Её надо найти. Погнали в церковь, чё? А? Или нет? Выйти из квартиры. Окей, выходим. Да. Случайно просто на фотки наткнулся бы. Не знал, что их надо тоже использовать. Блин, ещё симулы эти. Что они означают, наверное. Не сты, мужик. Видишь? Легко. Натей свидетельницу. Чё это следует? Проникнуть в церковь. Церковь 117 метров. Здесь чё у нас? Всё так же? Весело? Все разошлись. Окей. Погнали в церковь. Ого, это что? Заглянуть на свою жизнь. День, когда всё потеряло смысл. Ты тут, что ли, потерял свою жену? Это что у нас? Враждебность Бакстера. Моего мужчины на работе был тяжелый день. Рассказал он об этом далеко не сразу. Похоже, этот тип Бакстера относился к Ронану враждебно. Он ничего не может поделать. Удивительно, откуда столь козло бы, ведь Ронан ничем его не обидел. Однако Бакстер, кажется, составил окончательное мнение о Ронане. И теперь его не переубедишь. Бывают же люди. По-моему, вот это от моей жены, вот эти все записки. Типа ствол, то, что мать подарила. Хотя он тоже сказал, что мать подарила. Так, что у нас здесь? Тоже освещенное место, да? Ну, да. Тоже не знаю. Все правда о Бакстере. Ну, ладно. Да, есть уже один подозреваемый. Это Бакстер, который нас не любил. Нифига. Ну, ладно, пойдем дальше. Симулы. Симулы. Куда же они нас приведут? О, корабль. Интересно, этот корабль ведет они? Так. Ни в дом не зайти, ни корабль не потрогать, да? О, тихо. Что у нас здесь? Ага, подход. А здесь чем-нибудь нельзя пройти? Нет, можно. Ну, здесь особо ничего нет, по-моему. Одни мусорки, которые мне нафиг не сдались. Ладно. Стоп. Только не говорите, что там опять эти лазят. Демоны, блин. Ты кто у нас? Я бы сразу же обвинила своего босса в колдовстве. Удачи тебе в этом. Обвинять босса в колдовстве. Церковь на побережье? Ммм, очень интересно. Гордок-то, по-моему, маленький какой-то. Ого, церковь. Демоны, демоны, выходи. Я знаю, что у вас тут нет. Так, что тут лежит? Обнаружить. Ага. Татус с машиной. Про татуировку угона автомобиля и спрашивать не стала. Ненавижу ее. А ляповатая, грубая, пошлая. Он чувствует, что я ей не одобряю. Но, похоже, тут уже ничего не поделаешь. Такова судьба всех. Тату. А каждая когда-нибудь придется пожалеть. Ну да, ну да. С татушками-то у нее, по-моему, перебор. Все дело в них. Что у нас здесь? Теперь бензин какой-то собираем. Ладно. Демонов? Нет. На горизонте. На горизонте чисто, капитан. Хорошо. Плывем дальше. Тик. Тут обнаружим. Ты кто? Где я? Так не должно быть. О, еще один квест. Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но похоже, тебе нужна помощь. Я, я, я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Ам, извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я... Я не знаю, с чего тут можно начать. Да ладно, найдем что-нибудь. Видимо, какой-то корабль. Что это? Картина. Фото в рамке. Фотография выживших после крушения. Монаганс. Как она может при крушении утонула, не? Свечи. Свечи тут при чем? За годы здесь скопилось множество свечей. Большинство похоже на церковное. Ёма. Здесь где-то недалеко корабль потонул и... Типа, свечки ставили. А вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Что она делала в шлюпке? Так, это что-то свидетель видел. Глаза. Свидетель только мельком видел лицо подозреваемого. Однако, похоже, это белый голубоглазый мужчина. Ну, даже не знаю, что тебе сказать. Пойдем тут полазим еще. Не все улики мы нашли. Ну, суть в том, что особо тут ничего его нет. Назад вернуться немного, посмотреть, что там. В лодке ничего не завалялось, нет? Видимо, нет. Ладно. Тут сажки еще 44 метра. Ау, кресты. Мемориал. Ладно. Мемориал. Мемориал. Что за доска? Обычная доска. Это что такое? Ничего. Тут. Нет. Ладно. Быстренько пробежимся назад. Возможно, там какой-нибудь корабль есть. Тот, который заданул, а потом вытащили. Например, вот этот. Нет? Без названия? Серьезно? Блин. Я иду надеялся, что... Как-то поможет. В деле. Блин. Лама. Что у нас здесь? Ничего нет. Ничего нет. Улттаун. Ничего нет. Попробуем сказать, что она утонула. Там мемориалы всякие и так далее. Как умирала? Фоторамки. Микролог. И мемориал. Нет, не мемориал. У меня нет нужной улики. А что, последняя тогда? Что я опять выпускаю? А вот, тут что-то такое. Опять. Ну, давай. Да, блин. Цветочки. Изучить. Изучить. Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Настоящий герой. Ну, вот и ответ. Похуй. Букет цветов тебе. При крушении Моноганцет она была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? Ага. Слово, что ты запомнила, Моноганцет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты их герой. Если я всех спасла, то... Как же я погибла? Ну, не повезло, наверное. Не спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Возможно. Мне жаль. Нет. Жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Да, без проблем. Рад, что помог. Еще одну зашел. Правильно. Окей. До церкви, блин, дойти нормально. Можно. Потому что демонов не было. Здесь у нас силовы ничего нет. Руки какие-нибудь влитки. Ого. Руки-то много. Церкви. 10 метров. Что это? Пабличка. История пиратства. Отсюда видна любимая бухта каперов, действующих в этих водах во время войны за независимость и нелегальное разрешение континентального флота. В Сальме стояло много быстрых, хороших вооруженных кораблей, которые нападали на суда Королевского флота Великобритании, пытавшиеся заблокировать гавань Бостона. О, так это еще и пиратский город. Прикольно. Хе-хе, пираты. Окей, тогда что у нас тут? Я никому так больше не улыбался наше время. Фото на пляже. Ясно. Еще и записка. Фотографии на пляже получили у нас на удивление хорошо, несмотря на то, что уже почти стемнело, особенно удачным был снимок Ронана на фоне выходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. Это фото запросто могло бы стать рекламой пляжей Сальма. Селфи, блин. Фото лицо. Понимаешь ли? Ладно. На церковь мы дошли. А значит, что ж, друзья. На этом моменте мы пока перестановимся. В следующей серии уже отправимся в саму церковь. Будем искать ту девушку. А пока всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok